Это все, что осталось от нефтебазы «Флагман» в Пролетарске Ростовской области после 16 дней пожара. К слову, эту нефтебазу в СМИ чаще называют по-старому «Кавказ». Переименовали ее в апреле 2023-го. Дроны атаковали предприятия 18 августа 2024 года. В августе беспилотники атаковали еще один стратегический объект российского ВПК в Ростовской области – нефтехранилище база номер 7 или «Атлас» в Каменском районе. По данным НАСА Фернс, от 31 августа площадь повреждений от каждого из пожаров превысила 7 квадратных километров. А осень-транследователь МТ Андерсон опубликовал схему повреждений Кавказа на 23 августа. Уже тогда 15 резервуаров были уничтожены, 3 частично повреждены – это 90 тысяч тонн топлива. Состояние еще 33 резервуаров неизвестно. На «Атласе» уничтожены как минимум 3 резервуара, то есть еще 15 тысяч тонн. Из публикации – здание «Полигон». Последние несколько месяцев дроны регулярно атакуют объекты на территории России. Базы военно-воздушных сил, нефтехранилища, нефтеперерабатывающие заводы, склады боеприпасов, командные центры. В августе в результате ударов по нефтебазам и НПЗ производство дизельного топлива в России сократилось на 7,5% по сравнению с июнем, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли. Московские НПЗ атаковали 1 сентября. В результате остановлена работа установки «Европлюс». В состав установки «Европлюс», на которую приходится около 50% общей мощности завода по первичной переработке, также входит установка реформинга мощностью 1 миллион тонн в год и установка гидроочистки дизельного топлива мощностью 2 миллиона тонн в год. В прошлом году объем переработки московского НПЗ составил 11,6 миллионов тонн сырой нефти. Из публикации агентства Reuters. Московский НПЗ – это, скажем, такая жемчужина в европейской части России, потому что он перерабатывает где-то на уровне 12 миллионов тонн нефти по году. И если Россия вся перерабатывает где-то на уровне 330 миллионов тонн, то это больше чем 3% от общей производственной мощности. Московский НПЗ – один из крупнейших налогоплательщиков России. Предприятие производит бензин, газоэль, мазут и авиационное топливо. Именно поэтому московский НПЗ – стратегически важный объект российского ВПК. Это будет существенно сказываться на обеспечении Центрального федерального округа, особенно Москвы, продуктами нефтепереработки. Потому что где-то 35% на рынке Москвы, Московской области этот завод занимает. И это предельное значение, которое ему позволяет без штрафов общаться с антимонопольным комитетом. Интересно, что Москва сама превратила свои нефтехранилища в привлекательную цель для атак беспилотников. Дело в том, что многие из них, особенно те, которые, как «Атлас» или «Кавказ», были построены в период Холодной войны, изначально располагались под землей. Но со временем потребовалось провести их капитальный ремонт, и правительство решило перенести нефтебазы на поверхность. В мае 2024 года беспилотники уже атаковали нефтебазу «Кавказ» в Пролетарске. Тогда пожар быстро потушили. После этого снова залили резервуары под завязку. Теперь нефтехранилища, возможно, опять начнут закапывать. 4 сентября Ростехнадзор опубликовал приказ, снимающий ограничения по использованию подземных хранилищ. А пока Кремль засекретил данные о производстве топлива и заявил о продлении запрета на экспорт бензина до следующего года.